Парашютный спорт Севастополя имеет многолетние традиции. Есть в нашем городе мастера спорта и кандидаты в мастера. Сотни спортсменов выполнили нормативы массовых разрядов. Тысячи севастопольцев и гостей города совершили ознакомительные прыжки. Стабильно выступают наши спортсмены на чемпионатах Украины. Есть опытные ветераны спорта, есть талантливая молодежь. Но впервые сразу 9 севастопольцев приняли участие в чемпионате мира в Дубае, где были представлены 59 стран. В основных дисциплинах выступали 1700 спортсменов. Сборная Украины выступала в классическом парашютизме, где соревновались 632 человека. Команда Украины – 5 мужчин и 5 женщин и 1 юниор. Наша команда заняла 8 место в общекомандном зачете. Это расширенный чемпионат мира, в который входят все дисциплины парашютного спорта, включая классический парашютизм, скоростное пилотирование куполов, фрифлай, групповая акробатика, купольная акробатика и такая дисциплина, как пороски, где входят две дисциплины – это точность приземления и спуск с вершины горы. Такие масштабные соревнования проводились впервые. Тот объем возможностей проведения данного вида спорта можно было провести только сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах по их финансовым возможностям. Все участники команд совершили по 8 прыжков в общекомандном зачете, а потом началось личное первенство. В четвертьфинале за призы боролись Александр Шляпников в точности приземления и Ирина Кириленко в одиночной акробатике. Александр смог выйти в полуфинал. По результатам четырех туров прыжков, Шляпников был вторым в мире. Он набрал всего лишь один сантиметр отклонений по итогам четырех зачетных прыжков. А потом перенервничал. Отхватил на одном прыжке 5 сантиметров и из дальнейшей борьбы выпал. Поездка севастопольцев на чемпионат мира стала возможной во многом благодаря стараниям известного севастопольского парашютиста депутата горсовета Андрея Колота. А сам он из-за травмы поехать не смог, но команду отправил. Сейчас Севастопольская федерация парашютного спорта готовится к чемпионату Украины и Международному парашютному фестивалю «Славянское братство», который пройдет в Севастополе на нескольких площадках приземления в черте города. Владимир Иларионов, программа «Наше время».